17 сентября вся страна отмечает День народного единства. Дата эта выбрана не случайно. Восстановленное в 1939 году единство позволило Беларуси выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное место в международном сообществе. День народного единства 17 сентября подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белорусской нации и государственности. Поэтому очень символичной стала акция, которую организовала администрация Ленинского района города Бреста под названием Дерево-символ единства. И первыми, кто принял в ней участие, стали представители Брестского филиала Белпочта. 17 сентября в нашей стране празднуется День народного единства. Сам праздник вообще подразумевает под собой единение народов. Мы хорошо понимаем и знаем, что в 1939 году Западная Беларусь объединилась с Белорусской Советской Социалистической Республикой. И вот это объединение народов передается и сегодня. В нашем предприятии Белпочта с удовольствием работники нашего предприятия присоединились к данной акции. У нас во дворе есть аллея, липовая аллея, которую посадили наши коллеги много лет назад. И вот сегодня молодежь, старшее поколение с удовольствием присоединились к данной акции. И мы высадили молодые липовые деревья, как единение прошлого поколения и настоящего. Как и несколько лет назад, представители Белпочты решили высадить шесть молодых лип. Такое дерево для посадки выбрали не случайно. Ведь липа – символ постоянства, долголетия и мудрости. Ветви этого дерева олицетворяют разнообразие, отходят от общего ствола и являются символом мироздания, развития и единства. Зеленое цветущее дерево – символ жизни. Сегодня в акции, в такой замечательный праздник, День народного единства, принимают участие все наши общественные организации. Это Белорусский союз женщин, это наша молодежь БРСМ, и это представители Белой Руси. Дерево, потому что это корни. И все всегда идет из корней, из самого начала, из этого початка. И вот это корни – это углубление, что мы все одни, одни, едины. И у нас с вами все одно целое, общее. И вот очень хочется, чтобы сегодняшняя молодежь из более старшего поколения, мы объединяемся, мы за наше государство, за нашу Беларусь, за наше процветание. И чтобы мы укреплялись и стали же такими сильными, как корни деревьев. Акция ко Дню народного единства, связывающая поколение, состоялась и в городском парке Бреста. Ветераны и активисты БРСМ объединились, чтобы оставить добрый след не только для себя, но и для потомков. Теперь четыре красивых липы будут красоваться вдоль аллеи парка. Администрация Ленинского района к Дню народного единства проводится акция «Посади дерево». Для нас, ветеранов, это очень символично. Именно день 17 сентября – единение народов белорусов с Западной Белоруссией и Белорусской Советской Социалистической Республикой. Мы сегодня собрались, чтобы чисто символически посадить дерево, которое связывает поколение, объединяет наш народ. И объединяет не на словах, не на каких-то там рассказах, а именно на деле. Потому что дерево – это символ жизни. Корни, ствол и ветки, и продолжение поколений. Поэтому наряду с ветеранами сегодня в этой акции принимает участие и Белорусский Союз Молодежи, которые тоже захотели посадить свое дерево. Подрастающее поколение осознанно принимает участие в подобных акциях и знает, что будущее – это результат сегодняшнего труда. Каким останется город для наших детей, решаем мы. Ведь подобно дереву, которое пускает корни глубоко в почву, наш народ будет процветать и становиться сильнее. В этом суть акции, в этом и суть молодого белорусского праздника – Дня народного единства. Я считаю, что это очень важная акция и правильная, потому что таким образом наше молодое поколение оставляет частичку себя в этом городе. И таким образом мы сможем показывать эти деревья нашим детям, нашим знакомым, показывая, что этот город очень важен для нас. Важно показывать своим детям, что этот город – это наша ценность, наша высшая ценность, и что мы с самого детства начинаем ее облагораживать. К акции присоединились работники Брестка городской больницы скорой медицинской помощи. Дружно они на своей территории высадили березу. Ветви, которые отходят от ее ствола, являются символами раздания, развития и единства. Береза – это очень стойкое дерево ко всем невзгодам, поэтому мы решили выбрать именно это дерево. Потому что наш народ тоже очень стойкий, перенес множество критических тяжелых моментов. И несмотря на все это, мы едины, в чем есть сила нашего белорусского народа. Зеленые насаждения – прекрасные источники кислорода, свежего и чистого воздуха, без которого, как известно, нет жизни. И каждое посаженное деревце – это символ жизни и познания, это память на долгие годы. С этим согласны и медицинские работники Брестка городской больницы скорой помощи. И мы в едином порыве в этой акции хотели показать, что наш народ действительно един. Этот праздник очень символичен, он нам очень дорог. Почему мы выбрали именно это дерево? Ну, потому что береза – это символ чистоты, символ какой-то веры, дружбы, нежности. Всего, в принципе, тех качеств, которыми обладает белорусский народ. И мы едины всегда, не только сегодня, не только 17 сентября. И наш дружный коллектив – это мое яркое представление или яркий пример. Анастасия Милишкевич, Дмитрий Литвинюк, Эдуард Бакунович, Юрий Лимантович. Новости Бреста.